МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реал воинской и трудовой славы жители снова используют как горку. Это кощунство. Так нельзя. Юные хоккеисты представят регион на всероссийском турнире «Золотая шайба». Сильнейших определили на региональном этапе. Напарники помогали забивать. В Пензе усилят контроль над строительством арбековской развязки и прокладки коллектора по улице Серпуховской. Соответствующие поручения были даны в ходе первого в этом году заседания областного правительства. Губернатор Олег Мельниченко нацелил подчиненных строго соблюдать обозначенные сроки при возведении инфраструктурных объектов. Подробнее в первом материале выпуска. В Пензенской области в 2021 году в эксплуатацию было введено около 855 тысяч квадратных метров жилья. По данному показателю, наш регион занимает лидирующие позиции в стране. На 2022-й не менее амбициозные планы. Однако ряд существующих на сегодняшний день проблем могут помешать их выполнению в намеченный срок. В частности, отставание от графика строительства арбековской развязки. Развязка практически в 2021 году не строится и активности никакой нет и в этом году. И проспект строителей теперь получил реальное финансирование, значит, на весь объем. Его реально сделать в этом году, эти 300 миллионов освоить. И таким образом у нас бы связывалась в 2022 году вся магистраль, обеспечивала, значит, всю логистику. В противном случае мы можем получить здесь пробку солидную, значит, сходне бессоновки, потому что у нас уже в этом году часть жилья вводится. Мы как бы тут должны сейчас тоже максимально самоорганизоваться в городе. Такие возможности бывают редко, поверьте мне. То есть мы получили 3,2 миллиарда от федерального центра на реформу общественного транспорта в городе. Это без того, что там еще у нас ВЭП участвует. И еще миллиард 200 получили, так сказать, на все эти развязки и дороги. Такое счастье с неба не падает. Администрации Пензы необходимо срочно провести корректировку и проекта строительства канализационного коллектора в районе улицы Серпуховской. В противном случае поздняя сдача этого объекта может также привести к проблемам по вводу жилья в ближнем Орбекове. Кроме того, возникнут вопросы и с дальнейшим федеральным финансированием. Ездил лично, встречал Смутко. Вел разговор по поводу Серпуховского коллектора. Достигли соглашения, получаем соответствующие средства от Дома РФ. И мы здесь тоже не можем это все потерять. Если мы успешно реализуем эту модель по Серпуховскому коллектору, то есть договоренность с Дома РФ, и она подтверждена, значит, обговаривалась на встречу. Мы получаем средства на реконструкцию систем водоотведения южной и правобережной части города Пензы. Это сейчас самый проблемный вопрос, который тормозит и развитие жилищного строительства, да и в коммунальной системе. Олег Мельниченко поручил мониторить работу на объектах еженедельно. На особом контроле и введение заброшенных земель все в оборот. На сегодняшний день в регионе площадь тех, что находятся в государственной и муниципальной собственности, около 70 тысяч гектаров. Из них более 12 переданы колледжам и техникумам в безвозмездное пользование. 50 тысяч земель было обследовано. Было признано, что 8,3 тысячи гектаров абсолютно пригодны для введения сельскохозяйственного производства даже в текущем состоянии. Основная масса 32,8 тысячи гектаров является условно пригодными, то есть сильно залесены, но в принципе их возделывание при определенных затратах возможно. Но и 10,5 тысяч гектаров комиссии были признаны условно непригодными. В 2022 году планируется дополнительно ввести в сельскохозяйственный оборот еще 17 тысяч гектаров. Олег Мельниченко нацелил должностных лиц, в частности глав муниципальных образований, на усиленную работу по межеванию простаивающих земель. Теперь о ковид-19. Вторые сутки подряд в Пентинской области растет количество инфицированных. Так, накануне диагноз подтвержден у 169 человек, и это максимум за последнюю неделю. В списке зараженных за весь период пандемии 104 788 человек. В свою очередь, тех, кто успешно справился с недугом, ежедневно в течение почти месяца более 600. Накануне закрыли больничный еще 610 пациентов, которым теперь предстоит пройти длительный курс реабилитации. Всего же выздоровевших в регионе стало почти 94,5 тысячи. И к теме, которая каждый год вызывает негодование, многих жителей Пензы, мемориал воинской и трудовой славы на проспекте Победы вновь превратили в горку. Каждый вечер там собираются десятки людей, взрослые и дети, не задумываясь о моральной стороне вопроса. Наша съемочная группа в этом убедилась. Лихо проехаться по укатанному склону с ветерком вверх удовольствия для любого подростка. Вот только место это не предназначено для такого развлечения и прочих забав. Монумент воинской и трудовой славы на проспекте Победы возведен в память о сотнях тысяч наших земляков, не вернувшихся с войны. А тех, кто в Проголодь работал для фронта в тылу, в их честь уже почти полвека здесь горит вечный огонь. Там нельзя кататься никак. Это же наши религии, наши воины деды, можно сказать, под ней лежат, а вот они так делают. Я вон там шел по той стороне, они катались. Я ребятишкам что делал замечания, они же не очень знают, что такое. Я взрослым делал, на меня посмотрели даже, мне кажется, презрительно. Ты что, не даешь детям кататься? С окончанием рабочего дня людей у подножия мемориала становится больше, подростки и взрослые с детьми. Лишь заметив видеокамеру, наши съемочные группы, мама и папа занервничали и, забрав малышей, поспешили покинуть территорию комплекса. А вот школьники не испытывали никакого чувства неловкости или смущения. Ну мы же не на огню катаемся и не по памятнику. А тут все катаются вчера, прям очень много детей катались, взрослые катались. Мнение взрослых горожан по поводу того, что практически ежегодно мемориал превращается в место развлечения, разделились. Это кощунство. Это кощунство. Так нельзя. Это памятник погибшим. Мы должны его чтить в память, а использовать его как горку, конечно, это не пристало. Нужна горка. Пусть едут, идут на горку. Но мемориал для этого использовать не нужно. Просто детям нужна горка и им некуда больше идти. Вот и все. В январе 2020-го наш телеканал уже рассказывал об этой проблеме. После выхода репортажа мэрии было принято решение о сооружении горки на углу улицы Карпинского и проспекта Победы. В этот раз любителям снежных забав подобной альтернативы не предоставили. Северная и столица Сурского края стали ближе. Наша делегация побывала в Санкт-Петербурге и достигла ряда важных договоренностей. Там же презентовали выпуск журнала «Адреса Пензы». Почему это важно для области и как два города будут развивать культурное сотрудничество, узнала Светлана Демина. Первый региональный выпуск журнала, который выходит под патронажем Всемирного клуба петербуржцев, посвящен городу Нусуре. Он так и называется «Адреса Пензы». Подготовка издания заняла несколько месяцев. Этой зимой его презентовали в музее архитектурной и художественной керамики «Керамарх». Существует журнал «Адреса Петербурга». Есть выпуск, посвященный Москве, «Адреса Москвы». Среди регионов провинциальных Пензы первый. Наперёд могу сказать, что следующий номер, который запланирован у этого журнала, это будет журнал «Адреса Амстердама». Напечатали всего тысячу экземпляров, часть из которых прибыла в Пензу. Их передадут в крупнейшие библиотеки, остальные остались в северной столице, чтобы там люди смогли познакомиться с культурными особенностями города Нусуре. Хотя жители Петербурга и Ленинградской области в ближайшее время смогут увидеть описанное в журнале своими глазами. С музеем «Керамарх» удалось договориться о взаимном безвозмездном использовании выставочных площадей для передвижных экспозиций. Кроме того, специалисты Министерства культуры и туризма нашего региона заключили соглашение с экспертами Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. На сегодняшний день мы разрабатываем дорожную карту для того, чтобы составить туристические маршруты как для посещения Санкт-Петербурга, так и для того, чтобы жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области имели возможность посетить город Пензу. Одной из точек маршрута для пензенских туристов в Санкт-Петербурге могут стать литераторские мостки. Это участок на Волковском кладбище Северной столицы, где захоронены многие русские и советские деятели культуры. В их числе и наши земляки. Побывав в Некрополе, пензенская делегация пришла к выводу, что могилы сурских великих писателей нуждаются в реставрации. Мы доложили об этом по приезду губернатору Олегу Владимировичу. Он дал нам поручение, которое сейчас в работе. Нам необходимо при привлечении специалистов оценить, в каком состоянии находятся эти захоронения, какие виды работ требуются. К самим работам хотят приступить уже этой весной. Кроме того, в Министерстве культуры и туризма области планируют совместно со Всемирным клубом петербуржцев поработать еще над несколькими выпусками изданий о пензе. Накануне 16 января исполнилось 140 лет со дня рождения основателя русского авангарда в живописи нашего земляка Аристарха Лентулова. У пензенцев есть уникальная возможность увидеть его работы в постоянной экспозиции картинной галереи имени Савицкого, что и сделала моя коллега Ольга Сайганова. На родине именинника Лентулова третье по значимости собрание. Его картин мы уступаем только Третьяковской галереи и Русскому музею. Здесь хранятся 40 его работ от классики до авангарда и соцреализма. Автопортрет художника в манере соцреализма, как символ того, что Аристарх Лентулов освоил практически все направления живописи. Вот, казалось бы, классический пейзаж после грозы. Рядом единственное в этой коллекции полотно в жанре кубизма – изображение актрисы Ольги Гзовской. Изломы складываются в единую мозаику, но к фотографическому сходству и узнаваемости лица автор не стремился никогда. Главное – контрасты цвета и образ. Художник ее пишет именно в тот момент, когда она переживала свои внутренние терзания – покинуть ей свою страну, родину или остаться. И он именно за счет этой формы, этих геометрических своих линий, он лепит, видите, посмотрите, руки, он складывает, как будто крылья лебедя. Он заламывал эти формы, но на самом деле показывал это как декоративную мозаику. То есть его именно кубизм, он какой-то был все равно своеобразный. Это своеобразие в абсолютно русском складе ума. Даже когда Лентулов использовал техники импрессионизма, он не уходил целиком в эксперименты, а пытался выразить смыслы. Вместо натюрмортов, которые так любили отечественные авангардисты, предпочитал пейзажи. И писал их в особой динамичной манере, используя в основном вертикальные линии. Но какими бы ни были его поиски, этот художник никогда не предавал своего особенного видения мира. На экзамене в Академии художества он пишет портрет натурщицы с натуры. Подходит преподаватель, сторонник и последователь русской реалистической школы портретной тем более. И говорит, слушайте, молодой человек, вы что, почему на носу натурщицы пишете зеленое пятно? Вы что, его видите здесь? Он оборачивается, говорит, слушайте, а вы что, уважаемый господин профессор, не видите его? Тогда мне вас очень жаль. Лентулов художник света, как художник солнца. В честь 140-го дня рождения аристарха Лентулова специалисты Пентинской картинной галереи собираются устроить просветительские встречи и на его малой родине. В селе Черная Петина Нижнеломовского района. Воспитанники одного из детских садов Пенза уже отправились по маршруту от Калининграда до Владивостока. Дошкольное учреждение стало участником всероссийского проекта под таким названием. Суть акции в том, что маленькие граждане нашей страны, не покидая родной город, узнают о других регионах. Юрий Конгуров тоже побывал в увлекательном путешествии. Дети уже знают, что этого дядю называют курьером. Теперь осталось выяснить содержимое принесенной им большой коробки. Мальчики и девочки все как один предвосхищают какой-то приятный сюрприз. Там, наверное, должен быть почтолет. Почтолет? Уже через минуту повод для радости становится понятным. К ребятам на почтолете прилетела Маша, но не с медведем, а с котом-янтариком. Таким гостям в группе рады и с удовольствием готовы показать и рассказать про свою жизнь в детском саду. Параллельно с этим и сами малыши неосознанно для себя извлекают пользу, узнавая о других городах, которые посещают их новые игрушечные друзья. В этом и смысл данного общероссийского проекта. Так, по стране России они путешествуют. А с какого города они у нас путешествуют? Разве с Москвы? Нет, Ленинград. Когда я воспитателям и руководству предложила, сначала были такие глаза недоумения. Но сейчас выливается в такой крутой проект, что когда игрушки к нам пришли, это просто эмоции детей не описать. Кстати, в детском саду «Калейдоскоп» есть уникальная группа с отдельным краеведческим уголком. Педагог со стажем Надежда Фомина заинтересовала мальчишек и девчонок с их родителями предметами старины. Здесь и прялка, и кромыслы, и веретено, и деревянные ложки. Показываем, объясняем, рассказываем, играем. Разные игры. Потому что в Пенденской области разные народы, у нас разные есть игры. А тем временем игры с участием куклы Маши и кота Янтарика переместились на улицу. Здесь малыши встали в хоровод, чтобы попеть и потанцевать. Путешествие игрушек от Калининграда до Владивостока продолжается. Из Пензы они отправятся в почтовые бандероли в соседней Заречной, а оттуда в город Димитровград Ульяновской области. 65 аварий с участием несовершеннолетних произошло в нашей области в 2021 году. В результате 73 ребенка получили травмы различной степени тяжести. В целях улучшения статистики в этом направлении сотрудниками госавтоинспекции на постоянной основе проводятся профилактические акции в образовательных учреждениях. Очередное мероприятие прошло в детском саду номер 110 города Пензы. В ходе встречи ребята в игровой форме повторили правила дорожного движения и сигналы светофора, инсценировали опасные ситуации и разобрали, как действовать в случае их возникновения. На проезжую часть нельзя выбегать ни при каких обстоятельствах. Переходить дорогу необходимо в строго установленных местах, только наделенный сигнал светофора, убедившись в полной безопасности. Если ребенок стал пассажиром вашего автомобиля, обеспечьте ему максимальную безопасность. Используйте детские удерживающие устройства. На три года может отправиться за решетку 23-летний житель Октябрьского района. Он подозревается в хранении и производстве наркотиков. Запрещенное вещество оперативники обнаружили у пензенца в квартире. В ходе осмотра места происшествия по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли три стеклянных банки с веществом растительного происхождения зеленого цвета и картонную коробку также с растительным веществом зеленого цвета. Согласно заключению эксперта, представленное вещество растительного происхождения общей массой более 70 грамм является наркотическим средством марихуана, а также части наркосодержащего растения конопля массой около 30 грамм. Как наркотики оказались у него дома, молодой человек не пояснил, хотя, судя по кадрам оперативной съемки, он организовал в комнате целую оранжерею. До суда пензенец обязан по первому требованию являться в органы дознания и следствия. А сотрудники регионального управления Росгвардии выявили в областном центре факт незаконной реализации средств самообороны. В одном из торговых павильонов на территории Октябрьского района Пензы без соответствующей лицензии торговали аэрозольными устройствами и механическими распылителями, снаряженными раздражающими веществами. Предметы нелегальной торговли были изъяты сотрудниками Росгвардии. Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 20.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Владелец торговой точки должен будет заплатить четырехтысячный штраф. Продавец оплатит две тысячи рублей. Третий аккорд. В предпоследнем здании ЖК «Квартет» сегодня началась выдача ключей новоселам. Его возводит строительная группа «Ресан». Традиционно она предлагает не только собственно комфортные квартиры, но также благоустроенную безопасную территорию вокруг дома. Пензенцы еще могут успеть приобрести панорамные квартиры в четвертом доме жилого комплекса, который будет сдан совсем скоро. В третьем доме жилого комплекса «Квартет» стартовала выдача ключей. Строительная группа «Ресан» по традиции обеспечила сдачу объекта раньше срока. Изначально передавать квартиры собственникам планировалось в мае. Новоселами стали 265 пензенских семей. Семья Ольги Алиевой раньше жила в микрорайоне ГПЗ, а теперь они готовятся переехать в новую современную квартиру в «Квартете». Волнительно очень. Ждали этого момента очень долго и дождались. Двор без машин. И есть возможность по росту ребенка, когда он уже достигнет возраста более взрослого, можно отпускать его одного, играть в отбор. Новый дом соответствует концепции безбарьерной среды и высочайшим требованиям безопасности. Ее гарантирует современная охранная система с видеонаблюдением и консьерж. На первом этаже установлены прозрачные двери, которые обеспечивают сквозной проход. В этом доме планировщики разделили велосипедную комнату, где можно, кстати, зарядить электросамокат, и колясочную, чтобы удобно хранить транспорт малыша. Предусмотрены комнаты для пеленания детей и отдельное помещение, где можно помыть лапы четвероногого друга после прогулки. Но жилье от «Ресана» — это традиционный еще и стиль. У каждого строения жилищного комплекса «Квартет» своя цветовая гамма. Идейный центр «Холла» — это цветовая инсталляция со знаменитой рок-группой. Зона лифтов оформлена с помощью стимолитовых панелей. «Квартет» — один из моих любимых проектов. Он компактный и актуальный с точки зрения технических и дизайнерских решений. Мы быстро реализуем этот проект, и жители практически одномоментно получают и современное благоустройство, и инфраструктуру. Совсем скоро мы завершаем этот проект. Четвертое строение жилого комплекса «Квартет» уже на завершающей стадии в высокой степени готовности. И там осталось порядка 10% квартир. И уже сейчас можно купить видовую квартиру и любоваться видами на город из панорамной лоджии. Параллельно с данной «Новый двор» здесь оборудован игровой комплекс, не имеющий аналогов в практике «Ресан». Он включает шесть блоков, отделенных друг от друга стенками. В каждом из них свое развивающее наполнение. И, конечно, ребятам будет интересна геопластика. В жилом комплексе «Квартет» реализована концепция «Двор без машин». После короткого рекламного блока Петр Голубев познакомит нас с новостями спорта. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Организация «Похорон» 30-55-55. Круглосуточно. Здравствуйте в студии Петр Голубев и в ближайшие несколько минут о главных спортивных событиях. В Пензе завершился финал регионального этапа всероссийского турнира «Золотая шайба». За победу в нем сражались три команды. Победитель будет представлять наш регион на федеральном уровне. С первых минут на льду упорная борьба, но постепенно ребята из Наровчата уходят в отрыв. Казалось бы, преимущество в четыре шайбы должно было гарантировать им победу. Однако оппоненты из городища с этим не согласились и сократили отставание до минимума. И все же для того, чтобы сравнять счет, времени им не хватило. Таким получился первый матч финала регионального этапа всероссийского турнира «Золотая шайба». Играли просто без остановок, устали. Из-за этого так и получилось. У нас игроки все-таки опытнее, чем у них. И получше играли. Напарники помогали забивать. Всего в финале принимали участие три команды мальчиков 2009-2010 года рождения. Кроме ребят из Наровчата и Городища, на итоговую победу претендовали хоккеисты из Сердобска. Играли они по круговой системе. Матчи состояли из трех периодов по 15 минут. С учетом того, что все-таки у нас зимы пошли не очень такие большие длинные, с учетом того, что они катаются два-три месяца, я думаю, что уровни соответствующие, нормальные. Все равно там в каждом районе есть уже коробки, пластиковые коробки нормальные, лед там заливается. Только скажите, у нас зима не такая уже, как раньше была. По результатам всех матчей победу в турнире одержали ребята из Наровчата. Теперь их ждет всероссийский финал «Золотой шайбы», который пройдет в начале февраля. А во дворце спорта «Рубин» прошел очередной этап городских соревнований по настольному теннису. Все его участники школьного возраста. В этот раз лучшие команды и сильнейших игроков выявляли среди детей Ленинского района Пензы. Измотать противника и вынудить его сбиться – это только одна из методик, которыми пользуются участники турнира по настольному теннису. Свои хитрости есть и у Софьи Шафоростовой, которым она научилась к своим 12 годам, играя дома с папой. Я занимаюсь теннисом 8 лет. У меня много разных приемов, один из которых я использую очень часто. Например, один раз вправо, другие разы влево и наоборот. Чтобы он двигался и в итоге сбился с пути, который он думает. Разумеется, чем больше практики, тем лучше игра. А если в еженедельном расписании есть занятия с тренером, то шансов в реальной борьбе победить еще больше. По словам организаторов соревнований, в последнее время интерес к настольному теннису в Пензе вырос. Есть как кандидаты, так и мастера спорта. Настольный теннис – достаточно интересный вид спорта, который представлен на летних Олимпийских играх. И мы надеемся, что наши учащиеся, которые носят высокое звание мастера спорта России, будут входить в любом случае в дальнейшую состав сборной команды страны и будут принимать участие уже в международных соревнованиях. Игры в Ленинском, Первомайском, Октябрьском и Железнодорожном районах будут идти два дня подряд. А 20 января состоится городской этап турнира. К участию в нем будут допущены по три лучших команды отборочного тура. Так что самые жаркие схватки еще впереди. Перейдем к матчам профессиональных команд. Дизелист в новом году играет с переменным успехом. В первом выездном матче с Глазовским прогрессом «Желто-синие» уступили. Все решил отрезок протяженностью в одну минуту и две секунды в середине стартового периода, когда в ворота пензенцев влетели три шайбы подряд. Во втором гости сократили отставание усилиями Кирилла Монахова, но в заключительном отрезке хозяева восстановили разницу. Итоговый счет 4-1 в пользу прогресса. Одна победа, одно поражение. С таким результатом юность завершила очередную домашнюю серию в рамках чемпионата Суперлиги 2. Наши девушки на своем паркете принимали дубль новосибирского «Динамо». Первую встречу подопечные Ольге Матвеевой провели уверенно, не дав усомниться в своем превосходстве. Красно-белые постепенно наращивали преимущество и к финальной сирене на табло горел счет 88-68 в пользу пензенских баскетболисток. А вот ответная игра получилась куда менее успешной для наших девушек. Раздосадованные поражением днем ранее, сибирячки сразу ушли в отрыв. К большому перерыву красно-белые сократили отставание. Но во второй половине «Динамо» не оставила шансов хозяйкам паркета. 82-62. Несмотря на поражение, юность остается лидером турнирной таблицы. Следующие матчи команда Ольги Матвеевой также проведет дома 19 и 20 января. В пензу приедет красноярский «Енисей-2». Это все события к данному часу. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер южный до 8 метров в секунду. Ночью до 4 градусов мороза. Днем температура воздуха от минус 1 до плюс 1. В Пензе пасмурно. Утром и вечером синоптики обещают снег. А вот в обеденные часы возможен небольшой дождь. Ветер южный 5 метров в секунду. Ночью минус 2. Днем до 1 градуса тепла. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. Официальный курс Центрального банка России. Доллар 76 рублей 4 копейки. Евро 86 рублей 86 копеек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА